Это видео руководство посвящено формату GeoJSON, это открытый формат кодирования структур географических данных. Как говорилось ранее, когда мы делали обзор по OGBF, данный формат заложен у нас в разделе фильтр, где у нас основная запись находок в меню местоположения. И ранее, когда мы делали обзор по данной системе данных по биоразнообразию, мы отметили вариант выбора либо по отдельным странам, либо выбора полигона требуемой территории для выгрузки данных, для исследования онлайн. Но в любом случае, это достаточно уязвимая, неудобная структура, по которой вы можете очень грубо выделять территорию без возможности какого-то точного районирования. Для данных целей в этом же фильтре, в пункте местоположения, в подразделе GeoJSON, есть возможность вставить данный полигон, мультиполигон и даже точку. Что подразумевает собой данный формат? GeoJSON – это открытый формат геометрических структур, точки, линии, полигоны, мультиполигоны. И последняя версия данных структур опубликована на сайте. И вы можете наблюдать здесь вариант построения данных географических структур. Вы можете сделать обзор, посмотреть, выбрать необходимые вас для работы GB в географические структуры. Но можно зайти в Википедию и более доступным доходчивым примером понять, что же это имеется в виду. Таким образом, вы можете выбрать необходимый вам скрипт, к примеру, точки. Я ее сейчас скопировал. Переходим в фильтр, выбираем подраздел «Карта», местоположение, выбираем вариант географической структуры GeoJSON, добавить. И он показывает только лишь точку. При этом 31-е значение, как вы видите, которое было указано в скрипте – это долгота, а второе – широта. То есть эта точка оказалась где-то в Африке. При этом мы можем взять пример, когда вы выгружали данные по Аптерис Витата. Первая точка в таблице по Аптерис Витата, выгруженная вами в предыдущем видеоруководстве совместно, имела следующие координаты. Долгота была 81.17. Необходимо разделять значение запятой. И далее 29.53. Если мы добавим ее на карту, то эта геопривязка была где-то в северной Индии, вот в Непале. Данная точка разместилась здесь. Но нас более интересовать будет именно формат полигона. Также можем пример скопировать, перенести в поле, добавить на карту, и вы видите выделенный полигон. Чем он отличается от предыдущих полигонов? Он также сделан грубо, неудобно, но опять же это пример. Но сейчас можно лишь строить полигон до 100 точек. Вы можете выбирать другие значения координат, взяв этот вариант как за пример, и наращивать эти значения нужными вам координатами, опять же говорю, до 100 точек, и закончить с той же точки, с которой начали. Как видите в конце примера. Долгота 30, широта 10. Долгота 30, широта 10. Они должны замкнуться. При этом движение самого полигона должно идти по точкам против часовой стрелки. Это очень важно. Иначе он не сработает. Для примера хочу продемонстрировать вам интеграцию карты определенной районированной территории. Сейчас речь пойдет о флоре Алтая, в которой районирована территория Алтайской горной страны. Трансграничная территория России, Казахстана, Монголии и Китая. Мы сейчас находимся на ресурсе altaiflora.su.ru. Вы можете дополнительно перейти на данный ресурс, изучить его, если вы специализируетесь по ботанике, по систематике. Я думаю, это будет вам интересным, полезным ресурсом. Здесь находится PDF томов, которые уже выпущены. Есть авторы, ученые, которые производят работу на данной территории по данным таксонам. И можете увидеть информацию о новой флоре Алтая, природных условиях и прочую полезную выходную информацию касательно изучения флора Алтая. И самый важный раздел – это карта Алтайской горной страны. Если мы говорим про форматирование географической структуры GeoJSON. И здесь вы можете увидеть то районирование, которое мы произвели на 19 ботанико-географических районов. Можете увидеть Google карту. Также вы можете скачать районирование Алтайской горной страны. Вот целиком все территории и отдельных 19 районов в формате shape-файлов использовать в той же DiviGIS, либо в других GIS-программах. А также скачать формат полигонов GeoJSON для территории Алтайской горной страны. Скачав этот файл, вы увидите набор данных скриптов по всем 19 ботанико-географическим районам. Копируя скрипт для всей территории Алтайской горной страны, вы можете его использовать также в GBAF. Здесь мы удаляем предыдущие полигоны. На самом деле добавлять полигоны можно дополнительно. История вся сохраняется. Вы можете наносить несколько полигонов, мультиполигонов. Все это будет сохраняться в истории работы в GBAF. Сбросить всю историю, все фильтры, так называемые, можно сверху на корзине. Заходим, вставляем этот полигон. Добавляем. Вот выделенная территория Алтайской горной страны. Таким образом, в чем здесь удобство? Мы можем оставлять данную территорию, добавлять в любую таксономическую группу. К примеру, введем какой-то традиционный таксон для данной территории. Это одуванчик. И вы видите систематику его. И в данном случае карту распространения по территории Алтайской горной страны. Далее, здесь же в фильтре, вы можете оставить набор данных, которые у нас представляют определенные депозитарии. И выбрать из него необходимый для выгрузки этих сведений, как вы это делали, в разделе «Разогрузить в Дарвинков». Используя данные полигоны, вы можете уточнять конспекты по любой из требуемых территорий. Можем точные указания распространения вида по определенным районам отмечать. В частности, у нас обучающиеся, которые имеют определенный объект для исследования, используя районирование по территории Алтайской горной страны. И точные геопривязки по находкам могут очень быстро, практически автоматизировано, собирать сведения для своих конспектов. Вы также можете районировать любую необходимую вам территорию и производить подробные работы, имея списки с точными координатами распространения объектов.